Тема бытовая магия, она актуальна по двум моментам. Во-первых, ее сейчас очень много используется в разных практиках, как виден обещание о том, что человек не прилагает каких-то усилий очень быстро получить результат, да, с одной стороны медали. А вторая сторона медали, это то, что человек, который ввязывается в бытовую магию, зачастую боится отката. Очень много там страшилок ходит на тему, я там приворожу, снижу, снижу, порчу и так далее. Человек пользуется слугами, потом проходит 10 лет, и он начинает очень сильно страдать, у него там идет разнос здоровья, и понеслось. И он это связывает обязательно с тем, что он был когда-то там у этой ворожей, и ему указали такие услуги. Помните, еще на первом клубе мы говорили, что во Вселенной нет союза или, да, во Вселенной есть союз, и все существует одновременно. Одновременно мы моделируем, одновременно мы участвуем, одновременно мы ничего не можем сами выбирать, да. То есть вроде как мы свободны, и в то же самое время это свобода, если посмотреть глубже, на определенном уровне, достаточно сильно ограничено у человека, да. Вот точно так же бытовая магия. Наша задача сегодня разобраться, взять из нее то, что мы сможем использовать тупо в жизни, да, потому что есть монеты, которые мы можем использовать. Почему бы нам не улучшить свое материальное положение, например, используя определенное знание? Я считаю, что в этом ничего запретного нет, и Юра Пичугин еще и дополнительно расширил горизонты убеждения, на сей счет сняв блоки, например, по тем же самым казино, и вообще по приходу денег, вот. Все, что нас ограничивает, это наши убеждения, которые находятся внутри нас. А дальше мы будем смотреть по системе ценностей. Есть убеждения, которые реально связаны с нами, с нашими личностными характеристиками и с нашим предназначением. Они для нас важны. И нарушая их, мы сами формируем себе ткат. Вот давайте начнем с того, что, например, пришла женщина там ворожей, та ей чего-то там наколдовала, и потом женщина убеждена через 10 лет, что все ее заболевания связаны с тем, что вот тогда она плохо поступила, и побыла в этой ворожей, и вот совершила какое-то действие, за которое она сейчас себя наказывает. Но есть же люди, у которых не разогнется это заболевание. Есть люди, которым будут страдать, и они точно так же использовались услугами ворожей. От чего это зависит? Это зависит от внутренних ценностей человека. У каждого человека есть определенный свой набор убеждений, правил, табу. И если вот с этими, ну, по сути дела, программное обеспечение. Вот стоит у него программное обеспечение, которое осуждает, там, превражить, или осуждает приход большого количества денег, там, если на деньги делать, или еще что-то. И пока человек не изменил программы внутри, вот этот приток, возможно, за счет, там, каких-то внушений, опять-таки здесь система внушений будет работать, у него сработало, да, он получил желаемый результат. Но если программы не отработаны, особенно если они есть у него в предназначении где-то, да, в его базовых программах, то он получит отхат. Но смотрите, на одно и то же действие один человек получит отхат, а один человек не получит отхат. Понимаете? Это все очень индивидуально. И когда каждый из вас начинает заниматься эзотерикой, или магией, или... Я вообще классический гипноз считаю магией, потому что основа всей магии – это классический гипноз. Абсолютно любая трансовая техника – это классический гипноз. И если человек хотя бы немножко разбирает базар этих всех вещей, да, следующий шаг – это субстология. Вот совместив вот эти... Вот это раздел гипноза, да, совместив вот эти вот вещи, можно, ну, достаточно осознанно предпринимать какие-то действия. Но все равно любую работу человек должен, обязан и может начинать только внутри себя. Потому что ни цыганка сделала плохо, ни вражение сделала плохо. Это сам человек себя приговорил, казнил, вывез наказание и выбрал болезнь. Другой момент, что он на данный момент настолько неосознан, что его внутренний цензор, который он вообще никак не слышит, да, в какой-то момент взял и выбрал это все сам. Если бы он этого внутреннего цензора слышал, то, возможно, он бы слышал, что тот говорит, слушай, вот если вот эти вот вещи поменять, вот здесь завершить, здесь вот изменить состояние, вот здесь изъять осознание, здесь наполнить любовью, здесь, 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 возможно, не нужна бы была эта болезнь и не надо было бы наказывать самого себя. Ведь никто там наказывает. Ворожея здесь вообще ни при чем. Ни одно событие не случается просто так, и это ворожея встретилось на пути данного человека как магия реальности, именно для того, чтобы в дальнейшем он пережил эти трансформации, эти страдания, и в результате страдания изъял вот этот опыт. И, как правило, это все происходит на основе контрактов, да. Вот эти контракты, которые на уровне бессознательного заключаются, когда человек учится установить определенное состояние сознания, он может эти контракты отслеживать. Причем зачастую можно наблюдать очень интересные вещи. Вам кажется, что вы изменили контракт, но оказывается, уже на этом пути, когда вы изменили контракт, уже подписаны совершенно другие, возможно, ваш выбор уже был предопределен. И вот чем дальше входишь в себя, в то устройство, насколько сложно устроена психика человека, ну, скажем так, у меня до сих пор есть такой раздайв, есть часть, которую мы формируем, а есть часть, которая предопределена, да. И они существуют одномоментно. И от чего зависит, мы формируем или предопределена, вот это остается все время вопросом, загадкой. На какие-то моменты помогает понять и найти ответ, если эти вопросы действительно глубинные, то так или иначе, нашим сознательно дает на них ответы и подводит нас к определенным осознаваниям. Но всегда помните, что в мире не происходит ничего случайно, всегда стоит союз и все существует одновременно. И предопределено, и вы выбрали. Субъективная и объективная реальность. Вот с этого дела мы начнем. Начнем мы с... Начнем с влияния. Если говорить о магии, первое, что используется, магия – это влияние. Какие влияния бывают? Мы знаем энергетику. Через энергетику бывает влияние. Мы знаем внушение. Как правило, это звуковая и визуальная форма. Мы знаем, что информация хранится в поле у каждого человека. И, в принципе, любой тип магического влияния, каким бы мы себе ни определили, если мы не верим в то, что есть энергетическое влияние, например. Если мы вообще не верим в энергетику, а таких людей, я думаю, что практически нет, кто бы в это дело не верил, особенно после того, как запретили сети ДРВ, уроков и так далее. Но если вдруг такой человек будет, то указать на него энергетическое влияние будет крайне сложно, потому что у него в программном обеспечении нет разрешения на то, чтобы это дело не оказывать. И в то же самое время все, что касается внушения, я не встречала людей, не внушаемых. Абсолютно каждый человек, абсолютно любой человек, он внушаем по своей природе. Вопрос всего внушаем по-разному. Каким образом происходит внушение? Внушение может происходить абсолютно по любому каналу восприятия человека. Но самое простое – это идеальное и визуальное. Потому что привязки к запахам, вы, наверное, чувствуя, не раз заходишь в магазин, где вывечка, или там специально бургер кинг, запах разносит на улице, у человека возникает ассоциация с желанием кушать. Это объясняется физиологией. Знаете, это тоже внушение внушение. Подсомнательно, чтобы человек зашел и покушал. А вы можете поставить палец. Поэтому, какой вид будет использован в сегодняшний день в современном обществе используется наиболее часто, наверное, на аудиальное внушение. Из разновидностей то, что мы встречали в жизни, это, например, в магазине музыка, определенный ритм. Зачастую на музыке наложены дорожки, которые говорят о том, как и что делать. Это все разновидности магии. Это все бытовая магия, которая существует в ее проявлениях. Но это все можно почитать о том, как работает внушение господина Бехтеева. У него есть хороший труд на эту тему. По любому из каналов человека можно перепрограммировать. Что происходит, когда человеку делается внушение? Интересный момент у человека в психике происходит. Для того, чтобы у человека легло внушение, надо, чтобы было задето программное обеспечение. Надо, чтобы была задета система ценностей убеждений человека. Если человека не заденешься живой, то он не вяжет. Вот сказать, что человека можно закодировать на убийство, каждый первый поет пистолет и убьет, ты его действительно ввел в определенное состояние. В этом состоянии произведено перекодирование, внушение, сколько ты с ним не работал. Но один человек действительно возьмет оружие и бьет. Но таких всего 2% людей по статистике. А остальные не возьмут и не убьют. Почему? Потому что у человека на программном уровне стоит жесткая толпу. И если стоит жесткая толпу, то сломать, то никакими внушениями не сломаешь. Для того, чтобы такой человек и перекодировать, надо разрушить толпу. А для того, чтобы разрушить толпу, надо внушение растянуть во времени. А каким образом внушение растянуть во времени? Надо сделать их повторяемыми. Любое внушение делает если вы на человека от 3 недель до 6 месяцев. Это тоже медицинская такая вещь. И если внушение не повторяется, оно как-то сбрасывается у человека, если оно не прижилось и не вошло в его систему ценности убеждений. Если оно прижилось и стало как родное в систему ценности убеждений, оно останется. Но за это время уже как баку, золотая бумажка, понятно, оно будет там жить в человеке или не будет. А все, что касается тех убеждений, которые изначально не прижились, которые сразу взлетали как мячик от человека и не ложились ему, то вот здесь можно поучиться, например, как разрушается система ценностей, как перепрограммируется человек и как размываются личностные характеристики в сектах. Вот просто феноменально, насколько это делается. Я встречала людей именно во главе сект, которые занимались классическим гипнозом. Я даже не встречала среди них необразованных людей. Ну вот, во всяком случае, мой опыт общения с разным родом гуру, которые стояли во главе, показывает, что, как правило, это люди образованные, как правило, они либо имели экологическое образование, либо они просто жестко вырекались гипнозом. И из вещей, которые использовались, это постоянные введения человека в измененное состояние сознания, посредством чего? Вариантов ввести в измененное состояние много. У Ашо была фишка динамическая инвентация, да? До сих пор о ней с восторгом говорят, но это была первая вещь, такая, которая раскачивала человека, вводила в трансское состояние те внушения, которые в это время вливались, они заходили сразу в подсознание человека. Танцевально-двигательные вещи, ну, много здесь используются, медитативные практики, концентрации, внимание, когда человек просто сидит, тупится, зерцает, радуется жизни. Вот давайте, например, используется такая практика, как вынос мозга, да? Ну, я утреную, называю это. То есть на социантах человека забалтывают ум так, что ум уже не понимает, где правильно, а где неправильно. То есть разрушаются ему какие-то конкретные рамки, как ум достаточно структурированно работает, да? И при разрушении человек впадает в трансовое состояние, вот он вроде бы ощущает внутреннюю тишину, он вроде бы ощущает состояние, ведь чем прекрасен транс? Он снимает внутреннее напряжение, потому что упрощает человека, у человека высвобождаются зажимы, и человек себя очень хорошо чувствует, ему комфортно. Он забывает о тех проблемах, которые ему фактически надо решать в жизни. И вместо этих проблем идет подмена, подмена ценностей. И в это время, если человеку постоянно подменять, особенно сдвигая его постепенно, вот конкретный пример, возможно, тоже читали статью, в том же самом ашраме Ашо, приехал человек после развода, он не мог пережить измены жены, а через год он продавал на улице свою девушку за тысячу долларов для того, чтобы заработать денег для Ашо. Как должна была быть изменена система ценностей человека, для того, чтобы человек вот таким коридорным образом поменялся. Посмотрите, когда речь идет о влиянии к отнушениям, то везде, ну, это вещи, которые уже откатаны в медицине, и могут быть в секторах везде. И сегодня об этом, если не говорят, то это очень плохо, что не говорят. Потому что, если предупрежден, то вооружен. Если человек год побыл в секциях в таких вот жестких условиях под внушениями, с размыванием его личностных характеристик и табу, с подменами, да, восстановить его личность как таковую и вернуть его к тому, чтобы он выполнял все-таки свою задачу, а не чужую, уже практически очень мало возможно. Я бы сказала, нереально. Во всяком случае, без помощи. В данном случае психотерапевта обязательно. Но если брать, например, те же самые еще секты, я бы сказала, еще психиатра, потому что под тем или иным предлогом те же самые травки, церемонии, куча разных вариантов. Я не буду называть церемонии, потому что знаю, что в таких-то вещах возможно кто-то участвовал. Я сама, например, участвовал в Алляске в свое время, но это не в секте, это потому что уезжали. То есть все равно есть какие-то психоактивные вещества. Отнесут их к наркотическим именем, отнесут та же самая церемония табака. Табак – это тоже психоактивное вещество, табак. Более того, он отнесет к наркотикам и в виде церемоний, его никто не запрещает на уровне государства. И оно проходит вроде как-то. В то же самое время оно приводит к глубоким измененным состояниям сознания у человека. И в это время возможна работа с психикой. Возможно, одна сторона медали, как-то освобождение блоков, негативных каких-то реакций, моментов, для того, чтобы тело все-таки оздоровилось, чтобы сняли с напряжения в теле. А с другой стороны, это можно использовать и на перепрограммировании человека. Понимаете? И я за то, чтобы человек, когда он начинал заниматься какой-то техникой, он понимал, он понимал, насколько опасно либо безопасно для него самого, а это критерий на пути именно в самом человеке, насколько опасно или безопасно ему заниматься тем или иным, например. То есть мы и практики. Это находится все внутри него самого. Если брать, понимаете, вот есть нерв материальный, который существует в магнитике 10 секунд. Сейчас опять-таки пойдем в те хвосты. Я так смотрю, уже все-таки садовности приходит на пол. Поэтому начальная, вступительная вещь по тем вещам, которые мы уже знали, остается позади. Я так静ила. Продолжение следует... Продолжение следует...